МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Глава Самары Олег Фурсов покидает свой пост. Теперь он будет работать в областном правительстве. Поезд сошел с рельсов, но ничьих планов не нарушил. В Самарском метро прошли учения МЧС. Ее стихам, как драгоценным винам, настал черед. В городе проходят первые цветаевские чтения. Глава Самары Олег Фурсов переходит в областное правительство с 1 ноября. Об этом сегодня на расширенном заседании облправительства сообщил в Рио губернатор Дмитрий Азаров. Олег Фурсов должен будет усилить работу по стабилизации ситуации на рынке труда. Обязанности по исполнению полномочий главы администрации Самары будет исполнять Владимир Василенко, занимающий пост одного из заместителей мэра. Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что у Олега Фурсова налажено взаимодействие с федеральными структурами. Олег Фурсов принял мое предложение возглавить эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к работе, я хотел бы, небоскнея, чтобы 1 ноября. У Олега Фурсов наработаны достаточно серьезные связи с федеральным министерством. И понятно, что нам сейчас буквально как-то и возможность нами должна быть использована. Исполнение обязанностей будет возложено на Василенко Владимир Андреевича. Парк Дружбы Народов станет достопримечательностью для гостей Мундиали. В рио-губернаторе Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» почетным строителем России Ростиславом Хугаевым. Парк Дружбы Народов – архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарском крае. Основной принцип организации пространства комплекса – равенство. Напомню, в рамках визита Самарской делегации на Всемирный фестиваль молодежи студентов глава региона ознакомился с экспозицией Самарской области. В том числе оценил макет будущего этнографического комплекса в микрорайоне Волгарь. Дмитрий Азаров поблагодарил Ростислава Хугаева за реализацию такого значимого проекта на высоком уровне. Сейчас хотелось посмотреть уже, что сделано и какие дополнительные усилия нужны для того, чтобы проект был завершен и принимать в том числе гостей чемпионата футбола. Еще раз вас хочу поблагодарить за этот проект. Замечательный он. Много было разговоров на эту тему в предыдущие годы. А вы вот смогли объединить людей и его реализовывать. Действительно с гордостью можем с вами сказать, что аналогов вообще-то в России нет такого. Потому что там и равноправие. Там мы, когда начали строить по национальным обличиям, там сохранили исторические, вот уже потерянные эти технологии. Переполох в Самарском метро. Этой ночью на станции Алабинская работали свыше сотни пожарных и спасателей. 25 единиц техники. В регионе проходят командно-штабные учения. По легенде, сотрудникам МЧС предстояло потушить сошедший с рельсов поезд, эвакуировать людей. Затем, как выполняется задача, наблюдала комиссия из Москвы. Об учениях, каких регион не видел почти 10 лет, репортаж Алины Чемерес. Машины прибывают одна за другой. Пожарные разворачивают оперативный штаб. Прежде чем спуститься в метро, где по сценарию учений произошло ЧП, сотрудники МЧС в первую очередь проверяют, насколько хватит воздуха в баллонах на случай, если под землей будет нечем дышать. В вестибюле метро Алабинская едкий дым, очень плохая видимость. Поезд сошел с рельсов и загорелся. Такова легенда учений. К месту условного ЧП стянуты сотрудники МЧС, спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф. Как выясняется, пламя охватило два вагона. Состав несколько метров не доехал до станции. Те, кто успел спастись, ушли в сторону станции метро Российская. Четыре человека, согласно легенде, погибли. Свыше десятка пострадали. Им прямо на перроне оказывают первую помощь. Затем выводят на воздух. Работают два звена. Ушли для встречи возможных пострадавших. Гранит один и звено четвертой пожарной части. Работу пожарным осложняет ограниченное пространство. Сотрудники МЧС отправляются в тоннель, только убедившись, что контактный рельс обесточен. Таких масштабных учений Самарская область не видела 9 лет. Сегодня комиссии из Москвы проверяют, готовы ли все службы региона четко сработать при самых сложных ЧП. Здесь мы имеем все современные средства связи, которые нам позволяют управлять подразделениями непосредственно при работе в метрополитене. Что сегодня и мы еще раз использовали практически, опробировали и еще раз подтвердили, что управляемость подразделения имеется, задачи ставятся и выполняются своевременно по тушению пожара, по оказанию помощи. Командно-штабные учения в регионе начались вчера. Условные ЧП сотрудники МЧС, спасатели, полицейские и медики ликвидировали в Самаре, Новокуйбышевске и Красноярском районе. Каждый раз, что именно произошло, узнавали непосредственно перед началом грандиозной тренировки. Оценку службам Самарской области поставит Московская комиссия. Результаты станут известны уже завтра. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Сегодня в 10 часов утра самарскую тишину разорвал вой сирены, а потом и голос диктора. Так раз в квартал проходит учение по гражданской обороне. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Прерывистый гудок электросирен на площади Куйбышева звучит 3 минуты. Это учение по гражданской обороне. Во время такой сирены каждый должен знать свои дальнейшие действия. Включение электросирены означает сигнал. Внимание всем. Услышав такой сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприемник. и получить инструкции для дальнейших действий. Сегодня по радио и телевидению передавалась информация для населения о том, что проводится проверка в рамках командно-штабных учений. МЧС проверяет региональную централизованную систему оповещения об опасности. И сигнал звучит не только в Самаре, но и по всей области. 523 электросирены в 10 утра 4 раза в год одновременно включаются по всей области во время учений по гражданской обороне. Запуск может быть автоматическим или ручным. Спасатели после каждых учений проверяют обратную связь с населением. Люди, я бы не сказал, что привыкли, они беспокоятся, иногда звонят и выясняют, в чем суть проблемы. По результатам проверки главы муниципальных образований подготовят нам анализ работы этой системы. И, соответственно, мы подготовим акт о степени готовности этой системы оповещения. По прямому назначению система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Самарской области и Самаре еще ни разу не использовалась. За десятилетия она морально и технически устарела. Сейчас ее решили заменить на современную. Проект уже готов. Два года назад в губернии запустили еще и новый проект. Комплексная система экстренного оповещения населения. Она работает в 60 селах, которым могут грозить весенний паводок или лесные пожары. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. Стали известны подробности смертельной аварии в Кенель-Черкасском районе. Она произошла сегодня утром 26 октября на 98-м километре дороги Самара-Бугу-Руслан. По предварительным данным полицейских, за рулем отечественной легковушки находился 23-летний парень. По неустановленной пока причине он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ниссан. Три пассажира 15-й, две женщины и мужчина погибли на месте ДТП. Травмы получили водители обоих авто и 65-летняя пассажирка иномарки. Их доставили в больницу. Пожар в центре Самары. На улице Буянова полыхали частные дома. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На тушение огня выезжали пожарные подразделения в составе 85 человек личного состава и 17 единиц техники. В настоящее время причины ЧП и ущерб от него устанавливаются. Самарский пристав предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Прокуратура железнодорожного района утвердила обвинительное заключение. Приставу вменили два эпизода. По версии следствия, 24 июля 2017 года у дома по улице Аэродромной он, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил от женщины 15 тысяч рублей за бездействие по исполнительным производствам. Кроме того, 3 августа того же года ему передали 40 тысяч рублей за аналогичную услугу. Сейчас уголовное дело направлено в железнодорожный районный суд для рассмотрения. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области снижается, до эпидемии пока далеко, сообщает региональный Роспотребнадзор. В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа. До конца года планируется сделать вакцину более миллиону человек. Двустороннее движение по улице Киевской откроют на этой неделе, сообщили в Минтрансе. Напомним, что одностороннее движение ввели из-за строительства развязки на пересечении Московского шоссе, Луначарского и Гагарина. Транспорт по кольцу пустили в начале ноября. Но вот возобновление прежней схемы движения на улице Киевской застопорилось. Ее согласовали в ГИБДД. При этом представители ведомства рассказали, что с перекрестка Московского шоссе и улицы Киевской уберут светофор. После этого автомобилисты не смогут поворачивать налево с Киевской на Московское. Объехать этот участок можно будет по улице Тухачевского до Гагарина. И там уже поворачивать по кольцу. Ее стихам, как драгоценным винам, настал черед. Самарских школьников объединила любовь к творчеству Марины Цветаевой. В городе проходят первые цветаевские чтения с подробностями Юлия Черняева. Красной кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой здесь, в 174-й Самарской школе, отмечают первыми городскими цветаевскими чтениями. И мало кто знает, но Марина Ивановна жила в нашем городе в 1911 году на улице Галактионовской, 41, вместе со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. 174-я школа особенная. Здесь есть не только музейная комната, посвященная Марине Цветаевой, но и каждый второй поклонник ее творчества. Регулярно проходят поэтические вечера и творческие встречи. Я люблю литературу, люблю стихи, а Марина Цветаева для меня очень близка ко мне. И для меня честь, наверное, представлять ее стихи, читать их. Два года назад школьники разработали и защитили макет мемориальной доски, которую открыли на доме по улице Галактионовской в октябре прошлого года. А экскурсия «Самарские страницы Цветаевой» заняла первое место на молодежном фестивале «Новое поколение экскурсоводов». То, что весь зал полный и даже не помещал всех желающих, это говорит о том, что вот наследие Цветаевой, оно живет. Я видела и с гитарами людей, и видела красиво в платье в пол девочки одеты были. То есть они готовы, готовы читать стихи. И это хорошо. Это очень хорошо. Я очень рада. Если бы здесь присутствовали вот цветаевцы, которые еще многие живы, но, к сожалению, они уже все почти старые в возрасте, они бы сказали, мы бы в шоке. Сказали бы в шоке. То есть неожиданно для них бы это оказалось прекрасно. В первых городских чтениях принимают участие 300 школьников со всего города. В амбициозных планах юных самарских цветаевцев включение экскурсий по местам поэта в гостевой маршрут к чемпионату мира. Юлия Черняева, Сергей Баскин. События. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Свет в конце тоннеля. В Самаре заканчивается строительство резервных водоводов к стадиону Самара-Арена. Свет и ограждение готовы. Дело за тротуарной плиткой и газонами. Основные работы в Струковском саду завершат к середине ноября. Лучшие в профессии в Самару для участия в конкурсе съехали студенты-акушеры со всего ПФО. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова